Партия Подожди, Миш, у меня для тебя одно важное признание. В отличие от тебя трехлетнего, я сорокалетний лоб, играть в шахматы не умею. Поэтому мы тебе нашли достойного противника. Я приглашаю в эту студию 12-го чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова. Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич. Прошу вас. Миша Осипов. Здравствуйте, Анатолий. Я хочу сразу сказать, Анатолий Евгеньевич, Миша Осипов учился по вашему учебнику. Мы смотрим, как ты играл с викроркалочным. С коричным, как я знал? Так это же давно было. А он застал, Миша. Хочу аплодисменты было. Я рад, что вы друг друга понимаете. Я даже могу уйти. Но, Анатолий Евгеньевич, садитесь. Я предлагаю вам партию. Да? А Миша какие-нибудь предпочитают играть? Я белый. Белый мне хочешь играть? Да. Что значит гроссмейстер предложил? И что, как мы с тобой будем играть? Какие дебюты любишь играть? Я живу так, хотя это английское начало. Да, точно, точно. Английское начало. Так что, твой любимый дебют? Или ты играешь все-таки закрытые дебюты? Или открытые? Я все-таки играю до 4 вот так. До 4 играешь? Угу. Так играй. Так можно. Так, давайте так. У вас 2 минуты будет, а у Миши 10. 10 минут достаточно будет? Да. Хорошо. Так. Начинаем? Да. Итак, дамы и господа, мы начинаем партию. Анатолий Карпов против Михаила Ласипова. Анатолий Карпов против Михаила Ласипова. Ну что, наверное, и так, да? Хорошо. Прык скок в сторону. Как называется этот дебют? Я считаю, что очень. Молодец. Я считаю, что это правильно, как и называется этот дебют. Я считаю, что это не правильно. Ни что они делают, ни что они говорят. Какой-то птичий язык. Анатолий Генчев, объясните, что пытается сделать Миша? Миша пытается меня обыграть. Так, давай вот так. Что-то необычное я сделал, да, Миша? Что? Удивлен, Миша, что Анатолий Генчев умеет играть в шахматы? Да. Неожиданно. Далеко. Вот так вот. Вы обратили внимание, что Анатолий Генчев перестал спрашивать название ходов Миши? Уже все, мы вышли. За дебют вышли, уже все неизвестно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скажите честно, поддаетесь немножко? Защитить надо, защитить надо песочку, да? Что? Думает. Думает. Активно, активно. Поддаетесь немножко? Я? Никогда не поддаюсь. А я... Нет, я Мишу спрашиваю. Как он? Так. Молодец. Твой ход, Миш? Почему? Сбивающий вопрос, Анатолий Евгеньевич. Когда-нибудь столь юный шахматист бросал вам вызов? Нет. Со столь юным я еще не играл. Опять позиционная игра получилась у нас с тобой, Миш. На ладью напал. Приходится мне уходить. Не бежать позорно, младей. Что ж происходит в этой голове? Я думаю, что сейчас идет психологическое давление на вас, Анатолий Евгеньевич. Смотрит на соперника, как я это делал. Взглядом пытается понять, что происходит и насколько черные уверены в своих силах. Миш, у тебя есть какой-нибудь сейчас разряд по шахматам? Пока нет. На самом деле, Миша скромничает, он недавно защитил второй юношеский разряд. Я вообще это, я это не понимаю. Это невозможно. Вот я только хотел задать вопрос. Ты правила рокировки знаешь, а Миша берет и делает рокировку. Вот так. Лучший ход в позиции. Ну давай я это возьму. Для непосвященных, Анатолий Евгеньевич, кто сейчас в более выигрышной позиции? У кого времени больше. А, то есть Миша. Время это важный фактор. Да нет, вот он меня догоняет. По времени? По времени, да. А по расположению фигур? По расположению проблемы есть определенные. У обоих? У обоих, да. Слушай, вот время у нас с тобой сравнилось. И как я понимаю, шансы тоже. Согласен ты на ничью? Нет. Ну тогда проиграешь по времени. Ну вот видишь, какой серьезный. Не договорились. Да, и тут Осипову понесло. Как же дальше-то тогда? Давно вы видели, чтобы чемпион мира по шахматам предлагал ребенку ничью? А то, да-да, только я не согласен. Вот так вот. Взял и ушел к ням. Ну ладно, я пешкой пойду вперед. А Анатолий Евгеньевич завелся. Дети детьми, а азарт-то? А точно я еще не согласен, а? Миша. Я думал. Дело в том, что Миша не так быстро разговаривает, как играет, поэтому... Я так разыграю. Ой, Миша, у тебя флажок упал. Ничья? Понимаешь, надо было на ничью согласиться. Объективно оценить возможности. По времени в том числе. Ты согласился на ничью? Я не хочу. Не хочешь? Ну тогда у тебя поражение. Время ушло. Флажок упал. Да. Да? Ну давай, Ручка. Не расстраивайся. У тебя много-много побед впереди. Миш, я хочу сказать, ты настоящий рекордсмер нашей программы, потому что ты продержался против чемпиона мира по шахмату. Миша, я хочу сказать, ты настоящий рекордсмер, который я хочу сказать, что 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 я хочу сказать, Как вы оцениваете уровень Миши? Я для такого возраста бесподобный. И по знаниям, и по пониманиям. Миша играл как взрослый. Миш, мы тебя хотим наградить медалью. Самой настоящей медалью лучше всех. Вынеси, пожалуйста, нам медаль. Ты огромный молодец. Давай, давай, подходи. Пожалуйста, Анатолий Евгеньевич, вам почетная миссия. Ну, заслужил. Держи медаль. На. Давай ручку, побед тебе. Спасибо. Миш, дорогой, вот тебе Анатолий Евгеньевич написал за роспись, свою автограф поставил, своей книге, это тебе. До свидания. Спасибо. Да, Миш, а у меня к тебе еще одна просьба. А ты можешь для нас сейчас решить пару шахматных этюдов? Могу. Можешь? Давай. Расскажи, что тут нужно сделать. Конь А6, король В8, ферзь А6. Ага. Король В8. Так. Ферзь А8. Ага. Король Е7. Так. Конь А5. А-а-а! Браво. Правильно? Правильно. Миш, я вообще в шоке. Вот. Я. Давай. Давай. Конь З5. Так. Ладья З5. А, так. Ладья Ф6. Ладья Ф6. Король Ф6. А это вообще сложно в три года так делать, да? Очень. Нет, это я думаю и смог. Хорошо. Еще одну комбинацию нам расскажешь. Давай. Во. Давай. Слон Ф6. Слон Ф6. Так. ЗФ. ЗФ. Что-что? ЗФ. А-а-а. Король Ф8. Так. Король Ф8. Ф5. Так. Конь Ф7. Вот это уже чуть. А-а-а. Это я думаю и смог. Ну, Миша. Миш, дорогой, я очень рад, что ты сегодня пришел на нашу программу. Ты показал невероятный класс, потому что я никогда не видел, чтобы в шахматы играли и еще так хорошо дети в твоем возрасте. Я знаю. Поэтому мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Спасибо. Это был легендарный Анатолий Карпов и будущая легенда отечественных шахмат Михаил Осипов. Ты же наверняка смотрел финал между Сергеем Корякиным и Магнусом Карлсоном. Смотрел. А за кого ты болел? За Магнуса Красна. Не патриотично ты болел. А почему за Магнуса, скажи? Он красивый играет, но я тебе тоже. Но Магнус Карлсон еще красивее играет. То есть изящно так, да? Да. Ну я тебя понимаю. Он еще красивее играет. То есть ты обрадовался, когда Магнус Карлсон выиграл, да? Да. Угу. У меня был бы у тебя сюрприз. Вот. Я боюсь, что сейчас этот сюрприз вызывает такси. Но тем не менее. Он тебя обожает, этот сюрприз. В нашей студии гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по быстрым шахматам, обладатель Кубка мира Фиде и твой не самый любимый шахматист Сергей Корякин. Здравствуйте, Сергей. Прошу вас. Я ничего не слышал. Расскажи еще раз. За кого ты болел, когда играл Сергей с Магнусом? За Магнус Карлсон. Ага. Принципиальный Миша, да. Что делать? А что не смотришь в глаза, Сережа? Нет, но надо сказать, что Миша сказал, что Сергей Корякин очень красиво играет, а Магнус красивее. Будем в следующий раз выигрывать. Ничего не встает. Да. Но мы в этом уверены, Сергей. Тем более, что за вас болела вся страна, минус Миша Осипов. Но Миша просто уже чувствовал конкурента, да, Миш? Значит, Сережа, вы видели игру Анатолия Карпова и нашего Миши Осипова? Да, да, да. Я, значит, видел эту игру, я находился под огромным впечатлением и уже побаиваюсь Мишу. Сережа, а с точки зрения профессионала, насколько это был серьезный поединок? Это был очень серьезный поединок. Миша очень достойно играл. То есть, ну, я, честно говоря, был в шоке. То есть, я вот могу заверить как профессионал, что это была абсолютно такая интересная партия содержательная. Вы со скольки лет начали заниматься шахматами? Я начал заниматься шахматами с пяти с половиной, будучи полностью уверенным, что это очень рано. Но теперь я уже признаю, что это было поздно. Сергей, насколько я знаю, вы подумываете о реванше, да, с Магнусом Карлсоном, да? Ну да, конечно, это моя цель на данный момент. Мне для этого нужно вновь выиграть турнир против Нетов, добраться на матчи. Вам для этого нужно еще потренироваться вот с Мишей. С Мишей с удовольствием потренируюсь, конечно. Давай сыграем. Миш, ты готов потренировать Сергея? Да. Да, вот, сразу оживился. Итак, мы идем на нашу большую шахматную доску. Сергей Корякин и Михаил Осипов. Ну и я рядом где-то. Пойдем. Я правильно понимаю, их надо сначала правильно расставить, да? Их сначала расставить надо, конечно. Да, расставить. Ну и как мы будем расставлять? Ферр стоит здесь. Кто оставит? Ферр стоит здесь. Ферр. Как выглядит ферр, Сергей? Это вот это, да? Да, это ферр. Но недостаточно. Посмотри. Ого! Ты сильный еще, оказывается. Да. Конь стоит здесь. Держи коня. Это стойло для коня. Так. Ага. Конь стоит здесь. Я так понимаю, другой конь стоит симметрично. Да, симметрично. Я соображаю все-таки, Сереж. Видите, как? Такие шахматы необычные. Никогда таких не видел. А это дорогие очень. Шахматы необычные. А это дорогие очень. А это дорогие очень. Давно у вас был такой молодой начальник? Никогда не было. Тут черный слон стоит. Ага. И вот ферр. Ага. А вон там слон. Ага. Я вас научу играть. Куда вы его ставите? Ура! Расставили. Так. Если не приведи Господь, Корякин выиграет. Ты не расстроишься? Нет. Все. Триерованный боец. Ты какими? Черными? Белыми? У меня любой цвет. Любой цвет. Тогда иди сюда, потому что Корякин суеверный. Пожалуйста, Сереж. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, матч года в шоу «Лучше всех» Гроссмейстер Сергей Корякин против поклонника Магнуса Карлсона Михаила Осипова. Е2, Е4. Е4, Е5. Это дебют с Лизи, Рена. Это Сицилианская. Сицилианская. А, Сицилианская, да? Обычно ходят до 4. Ага. Ну, я пытаюсь хотя бы удивлять. Мне кажется, Миша отлично подготовлен. Ой. Так. Первые потери. Мы еще не победили? Ой. Это две погибшие пешки, да? Так. Так. Скажи, Миш, а ты знал, что ты подставляешь пешку? Это мы разменяли. Разменяли. А, вы разменяли. Я так в обменнике в 90-х менял. Хе-хе-хе-хе-хе. Черная на белую. Ничего. Я пойду. Так. Ага. А как поставил-то? Шах. Ах! Это похоже на какую-то перестановку мебели. Хе-хе-хе. Ага. Я тебе помогу. Я сам. Молодец. Отдает, а? Ага. Так. Скоро, Марино. Мне надо на тебе ходить. Миш, смотри, если тебе плохо видно доску, я тебя могу посадить на плечи. Не надо. Нет? И Миша все понимает просто. Все, не мешаем. Просчитывает. Я пока пойду. Как ты нежно захватил короля, да? Да, но при этом он сделал сильнейший. Сильнейший ход был, да? Да, да, да. Сильнейший ход. Собрацентный. Это не страшно. Вот еще. Так, все, вон отряд. Так. Сюда. Хитрит, Миша. Так вот, я не отпущу руку. Он знает, как в преферансе. Все, в карте место. Миш, как ты оценишь позицию? У кого лучше? У белых. А, у белых. Конечно, белый, кстати, без сортировки. Без какой-то сортировки. Да не сортировки, а рокировки. А, рокировки. А, без рокировки ты остался. Скажи, Миш, а у Корякина есть хоть один шанс? Я думаю, есть. Сереж, скажите честно, вы поддаетесь хоть немного? Нет, абсолютно не поддаюсь, играю в полную силу. А что он схватил вашу белую? Ну, вот. А, я думал, это был рейдерский захват. Ходи. Хорошо. Я просто думал. Ну ладно, просто не так. Шаг, да. Шаг? Угу. А, ничего себе. Вот так. Я тебе пользуюсь. Вот вам наш черный. Он королем забрал твоего этого. Как это называется? Я вижу. А, ты знал, да? Да я вижу. Да, понятно. Своим последний. Да, ушел из-под боя, потому что слон нападал на пешку. Не стал есть, потому что закрыли. А. Санаба. И, простите. Очень опасно. Миша, да? Да. У нас, в принципе, в студии сейчас два человека, которые к концу 2016 года невероятно подняли интерес к шахматам в России. АПЛОДИСМЕНТЫ Что делать? Что тебе сделать? Миша, давай мы на ничью согласимся. Ты предлагаешь ничью, да? Да, я предлагаю ничью тебе. Я принимаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, молодец, Миша. Партия была напряженная, да, Миш? Корякин серьезный противник, да? Да. Я играл по полной. Миш, а ты не поддавался Корякину? Нет. А, скажи, а за Сергея Корякина будешь болеть теперь? Да, за Морис Кашин и за Сергея Корячина. Ой, это дипломатический клапан. Это же прорыв. Миша. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Бейлерян, прошу вас, прочтите. Нам, Гамлета. Вы можете выйти вот сюда, на середину. АПЛОДИСМЕНТЫ To be or not to be? That is the question. Whether it is another in the mind to suffer for the slings and ass of our treasure's fortune, or that he comes against a sea of troubles and by opposing. And to die, to sleep. No more. And by a sleep to stay, we end the headache, and the father's natural shocks, that flesh is here too. This is a consummation devoted to be wished to die, to sleep. Sleep. Вот и ответ. Какие ж мы в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что уединяет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество-вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачный заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводят все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ножей жизненной, плестись, когда бы неизвестность после смерти. Боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склонала боль милиться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Thus conscience does make cover of us all. And thus, the native view of resolution is secret door of a pale cast of thought, and enterprises of great pitch and moment, with its regard, we can't stand awry and lose the name of action. КОНЫ 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 Саша, ну ты меня поразил сейчас. Эээ, да. Это очень приятно. А кто тебя учил? Я занимался с папой. Как зовут папу? У него такая же фамилия, как у меня, но у него другое имя. Гайк. А, Гайк. Гайк, очень приятно с вами познакомиться. Да, именно, Максим. Вы готовите мальчика на экспорт? Нет, ну он очень любит выступать, он очень... Да, я люблю выступать на всяких сынов. Он сам учит. Ну, конечно, по произношению помогаем, а так Гамлет он выучил за русский вариант за два дня. А какие еще языки ты знаешь? Эээ, иностранные. Обтекаемо ответил. А какие конкретно? На конкретно итальянских, испанских, французских, эээ, да. И что, тоже что-то читаешь на них, да? Нет, я не читаю, я на них песни знаю. А, на этих языках, да? Да! А, раз так, у нас есть человек, который готов проверить твои знания. Прямо сейчас, в этой студии, ведущие Первого канала, прославленный Валдис Пейдж! Валдис Пейдж! Валдис Пейдж! Валдис Пейдж! Валдис Пейдж! Поехали! Саша, ты участник под номером один, ближайший ко мне. Выбирай. Танцуй, Европа! Застольные международные. Зачем я это вы... Песни Максима Галкина? Ой! Нам песни Максима Галкина не нужны! Как это не нужны? Застольные международные. Застольные международные. Песни, которые стали нашими родными отечественными, потому что собираюсь в хорошей компании, среди своих друзей. Мы их часто поем. Итак, нотка номер один. Слушаем музыку! Кнопочка, Саша, не забывай, на кнопочку из высоты, да! Единой горою айсберг из тумана вырастает И несет его теченья по вискальным помадам Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане, как опасен в океане, а за экстричным кораблям. Браво! Вторая песня категория «Застольные международные». «Застольные международные». «Застольные международные» я подумаю над тем чтобы изменить правила в программе угадай мелодию сначала спел потом нажал кнопкой так итак четвертая песня в этой категории слушаем угадывай и а и а и а на халифа разы и садар из шага рантас меня саш саш меня к тебе две просьбы первое не делай таких выпадов в сторону дяди максим он сильно пугается когда ты так делаешь ты его доверешь до кондратьев то второе давай дадим ему шанса пожалуйста дядя максим он же тоже хочет угадать какую-нибудь мелодию из категории песни максима галкина пожалею дядю максима такой добрый мальчик песни максима галкина ой максим слушай а у тебя все две песни да я максим максим и галкин галкин у меня их три было но я одну из скромности убрал песни максима галкина но то номер один поехали это любовь что без денег делает тебя богатым это любовь о которой в книжках ты читал когда-то спета и спета весьма весьма недорственно сейчас я выбираю нет я выбираю я никогда не был угадай мелодию я хочу песни я хочу я хочу давай будь со мной праздником кнутом и пряником самой большой бедой или не будь со мной это так просто ты люби и брось понты любимая будь со мной или не будь со мной а как я сейчас а отлично карьера максима в сегодняшней программе угадаю мелодию лучше всех она была яркой но короткой выбираем категорию зачем я это выучил там может быть корейский вьетнамский японский китайский арабский все что угодно первая нота слушаем ну я-то знаешь из-за мелодия но всем все равно страшно это все мелодии максим это латынь мертвый язык но саша его оживил но что но это номер два зачем я это выучил ха-ха-ха-ха ха-ха-ха ха-ха-ха всем Диме АПЛОДИСМЕНТЫ Осталась одна мелодия категории «Зачем я это выучил», Саша. У меня есть ощущение, что ты выберешь эту мелодию Четвертая Четвертая, отлично Давайте аплодисментами пожелаем Саше удачи И слушаем музыку Правильное же имя этого исполнили Псари На самом интересном ты остановился, а? Теперь танцуй Европа Танцуй Европа, нотка номер один, поехали Я раздавлен Вторая песня, танцуй Европа Нотка номер два, танцуй Европа Саша, давай угадывай эту У Максима все равно шансов нет Нет, вообще, я музыкально раздавлен Поехали В такой ситуации, Максим, я всегда должен подбадривать участников, Которых на табло, ну, поменьше количество баллов Подбодри меня Потерпи, Максимушка, недолго тебе мучиться осталось Спасибо, Максим Александр, правильно я понимаю, что вы выбираете категорию Танцуй Европа, нотка номер три Нотка номер три Отлично, слушаем Танцуй Европа, нотка номер три Танцуй Европа, нотка номер три Поехали Поехали Да Максим, хочу сказать, что вам не было равных категории песни Максима Галкина Валдис Пельш, Александр Белерян, Максим Галкин Мы все втроем чествуем одного человека Невероятного Саша Белеряна С тобой могут соревноваться очень мало людей Я тебя поздравляю, великолепное знание Позволь нам смог Да, 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 да Одеть заслуженную тобой медаль Ты лучше всех Тимофей, ты интересуешься географией, да? То есть ты знаешь разные страны, столицы, да? Да А можно я тебя проверю сейчас? Столица Парагвая, знаешь? Асуньсен А Монтавидео столица? Уругвай Фантастика А столица Мадагаскара? Антана Нариву Ну сейчас тебе задам Точно ты не знаешь Точно Тегусигаль по столице чего? Гамбургас Асуньсен Ну ты гораздо умнее меня А ты знаешь флаги стран? Все флаги знаю Тогда мы придумали тебе испытание Пойдем Пойдем У тебя какая-то своя система запоминания? Я сам захотел такой Градиться Ты готов? Да Ты собрался с мозгами? Да Молодец Нажимай Опа Это что за Санта-Люсия Я даже не знал, что такая есть страна Я думал, что это какая-то палатка, в которой свет не выключили Посмотри, да? Похоже А ты знаешь и столицу Санта-Люсии? Столица Кастри Давай проверим Оооо Так Я сейчас буду смотреть Может ты куда-то подглядываешь Честно Может у тебя есть какое-то устройство Нет никакого устройства? Нет Нет Сам проверил главное Ну давай продолжим Нажимай Так Это что? Шри-Ланка Столица Либо Колумбо Либо Шри-Джа-Вардзи-Непуракоте Ой Ты знаешь Когда мне было пять с половиной лет Там было только Колумбо А это что, новое название? Да Шри-Джа-Вардзи-Непуракоте Ангола Столица Луанда Да О Антигуай-Барбуду Столица Сэн-Джонс Замбия Столица Лусака Ну, хорошо Ты видишь флаги Ты их зрительно запоминаешь, да? Как выглядят флаги? Да У меня же есть IQ Прости, я не знал И какой же у тебя IQ? Очень хорошее А ты не мог бы немножко поделиться своим IQ? А цыпь IQ Ну, пока ты думаешь Давай еще нажми Опа Так Вот задание для твоего IQ Гипер Столица Сейчас А столица Никосия Ну, почти забуксовал Это невероятно Это невероятно О, Сэн-Мартин, а столицу не помню Что? Ты что-то не помнишь? Столицу не помню Значит, может, она так и называется? Сэн-Мартин, Сэн-Мартин, нет? Нет, не Сэн-Мартин Я, честно говоря, вообще, когда увидел флаг, подумал, что это Мартини Давай предположим, какая столица может быть у Сэн-Мартина А где расположено это государство, ты знаешь? По-моему, Центральная Америка Это взрыв мозга Ну, что ж, давай посмотрим, какая столица Сэн-Мартин Столица Марига Как мы могли это забыть? Конечно же, Марига Так, все, ну, давай еще одну страну, чтобы ты угадал И закончим на этом Давай, жми Во! Уганда, столица Кампала Все Тимофей, ты победил всем Тимофей Цой Лучше всех Давай так Я сейчас попробую рассказать сказку Из всех слов, которые ты мне рассказала А ты будешь показывать то, что я буду говорить, хорошо? А? Так точно Жил-был паучок И была у него подруга Ласточка О, какая Ласточка Была она балерина, эта Ласточка Которая потом стала супермоделью Взял паучок как-то сундучок И вышел паучок в дверку Ничего себе АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приходит паучок к испанке АПЛОДИСМЕНТЫ А там деревцы АПЛОДИСМЕНТЫ И ест сосиску Взял его паучок И вывернул шиворот на выворот Ой, ой, ой Мама! Вот это да! А потом вытер тряпочкой. И стали они вместе с ласточкой смотреть в окошко. Так. Ого! Варя Гордеева! Молодец! 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 Варя! Варя, у меня нет слов. Я и видел и взрослый паучук, конечно. Но когда ты сделала шиворот на выворот... Варя! Ты говорила, что ты хочешь щенка. А какого щенка ты хотела? Папа мне выбрал этот... Спаниельку. А, спаниельку ты хочешь, да? А какого цвета спаниеля? Ну, чтобы он был такой желтенький. Золотой. А, золотой даже. А как ты думаешь, когда папа тебе подарит золотого щенка? Ну, наверное, или на день рождения, ну, или на Новый год там. Папе придется придумать тебе подарок заново. А в этой студии мы прямо сейчас тебе дарим щенка. Смотри, какой замечательный. АПЛОДИСМЕНТЫ Бери его на ручки. АПЛОДИСМЕНТЫ Варя, мне кажется, он тебя уже полюбил. Посмотри. Ой, ты милашка. Как назовем мы щенка? А это мальчик или девочка? Логичный вопрос. Я тоже хотел спросить. Мальчик это или девочка? Это мальчик, по-моему. Ура! Я хотела себе мальчика. Бетти. Бетти? А зачем ты тогда узнавала, мальчик это или девочка? Чтобы его так назвать. Хорошо, это будет мальчик Бетти, единственный в своем роде. Предлагаю назвать его Бэтмен. Да! Да, и вынести ему прямо сейчас медаль, потому что он питомец хозяйки, которая лучше всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, Варечка, я за тебя очень рад. И за Бетти, потому что Бетти теперь в руках настоящей волшебницы маленькой. Варвара Гордеевой. Прошу тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Барвара Гордеева. Лучше всех. Ева, ты любишь новости, ты сказала, да? Да. Замечательно. Давай с тобой вместе сейчас проведем новости на Первом канале. Давай. Ура! Пошли. Пойдем. АПЛОДИСМЕНТЫ Держись. Поближе мы вот так, да, подъедем? Угу. Замечательно. Смотрите, я выше все. Да, ты молодец. Ну что ж, мы с Евой готовы начать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж. Я всех рада видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с политики. Ева, вам слово. Что-нибудь расскажите нам о политике. Какие последние новости из США? А у нас последние новости. Если смешать холодный с горячим, какой получится? Теплый. Правильно. А если смешать холодный с теплым, какой получится? Прохладный. Правильно. Это был наш политический эксперт Ева Смирнова со своей аллегорией на либералов и консерваторов. Ева, как эксперт по международным отношениям, скажите, какова ситуация с выборами в США? Я люблю очень животные, я котенок. А вы не могли бы конкретнее сказать по поводу проигрыша Хиллари Клинтон? Можно я кое-что схожу с зрителями? Давайте. Поднимите руки, кто любит котенка? Итак, мы узнали число людей, симпатизирующих Дональду Трампу. Итак, что скажете по поводу проигрыша Хиллари Клинтон на президентских выборах в США? Так тебе и надо курица-помада. Извините, уважаемые телезрители, мы продолжаем новости. Ева, вы же еще и спортивный аналитик. В 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу в России. Скажите, как научить людей играть в футбол за два года? Просто надо тренироваться. Вот так же им и говорит тренер. А они все не тренируются и не тренируются. Это были новости спорта. Ева, скажите, а если футболисты не хотят тренироваться? То значит их арестовать. Вклеть их. Правильно, Ева. Перейдем к следующим новостям. Если в одном городе не достроен стадион, как наказать людей? Кто вообще хохотал? Действительно. Кто хохотал? Кто хохотал? Поднимите руки и вклеть их. Вклеть. Перейдем к следующим новостям. Теперь тишина. Кто вообще смеялся опять? Сто раз уже повторяю. Сто раз. Будущая глава избиркома России Ева Смирнова. Не смейтесь, люди, выборы это не смешно. С вами были Ева Смирнова и... Макс Галкин. Е-е-е! Шоу лучше всех! Ева, дорогая, спасибо тебе большое. Я думаю, что у тебя получится быть замечательной телеведущей. Ты большая молодец. Но так как зрители тебя любят, я думаю, можно позволять им иногда смеяться и аплодировать. Потому что они очень хорошо к себе относятся. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Ева Смирнова! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не соблаговолите ли вы прочесть одно из сто ваших любимых стихотворений? Ну, например, не соизволите ли процитировать нам Иосифа Бродского? Да. Угу. Он был тощий, облезлый, рыжий. Грязь помойка его покрывала. Он скитался по ржавым крышам, а ночами сидел в подвалах. Он был старым и очень слабым, а мороза порой жестокий. У него замерзали лапы, точно так же, как стынут ноги. Но его никогда не грели, не ласкали и не кормили. Потому что его не жалели, потому что его не любили, потому что выпали зубы, потому что в ушах нарывы. Почему некрасивых не любят? Кто-то должен любить некрасивых. Что ж ты сразу, Николь, обо мне начала? Так, хорошо. Давай-ка тогда, может, Есенина? Может, у него что-то повеселее ты выучила? Гой ты, Русь моя родная, Хаты в ритах образа, Не видать конца и края только синь сосет глаза. Так, понятно, это ты знаешь, хорошо. А вот Николай Гумилёва, можешь? Да. Так. Николай Гумилёв, жираф. Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, И руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далёко на озере чат, Изысканный бродит жираф. Молодец. Так, с Гумилёвым хорошо. Прости. А у тебя есть какие-нибудь более весёлые стихотворения? Ты мне, может, подскажешь поэта какого-то? Давай Александра Сергеевича Пушкина. У него же точно есть весёлые стихотворения. Александр Сергеевич Пушкин. Очень. Так. Милая пора, а чей очарование? Приятно мне твоя прощальная краса, Любляя пышной природой увяданье. Всё-таки увяданье, да. В огреце золото, одетые леса. Хорошо. А, я знаю, у кого мы найдём жизнерадостное стихотворение. У Агнии Барто. Всё-таки детский поэт. Так. А что, болтунь я ли думал? Это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Крам-кружок, кружок по фото, Хороший кружок, мне петь охота. За кружок по рисованию тоже все голосовали. А Марья Марковна сказала, Когда я славчика из зала. Грам-кружок, кружок по фото, это слишком много что-то. Выбирай себе дружок, один какой-нибудь кружок. Но я выбрала по фото. Но мне ещё и петь охота. За кружок по рисованию тоже все голосовали. Я хочу сказать, это всё равно стихотворение про сложную судьбу человека. Просто ты его весело рассказываешь. Сегодня у нас есть гости, которые специально пришли посмотреть на такое чудо, как ты. Девушки, я предлагаю, чтобы каждая из вас сказала любого поэта. И, соответственно, наша дорогая Николь вспомнила бы стихотворение. Ну вот, например, Лен, Лен Борщова, у тебя микрофон. Давайте Ахматова. Николь, Анна Ахматова. Мне ни к чему, одистские рати и прелесть ригических сотей, По мне в стихах всё быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Как жёлтый от ванчик у забора, как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, ёгтя запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит. Задорен, нежен, на радость вам и мне. Николь, браво. У меня, ты знаешь, у меня устойчивое впечатление, что ты, когда читаешь стихи, вот ты сейчас смотрел на меня, Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как белый одуванчик у забора. У меня было полное ощущение, что ты читаешь их и говоришь взглядом. Ты не знаешь эти стихи, а я знаю. Светлана Зейналова. Давай так, весёлые стихи Владимира Владимировича Маяковского. Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня, косые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы, крочёлки азовы новых губ. А вы, ноктюрн, сыграть смогли вы на плете водосточных труб. А? Круто! Софикоша Варнадзе. Николь, я просто в восторге от тебя. В полном восторге. Мандельштама, прочти что-нибудь. А, вот Мандельштама захотела. Так, ну. На Луне не растёт ни одной белинки. На Луне весь народ делает корзинки. И саламу плетёт лёгкие корзинки. На Луне полутьма. И дома приятней. На Луне не дома, а просто голубятни. Голубые дома. Чудо-голубятни. Понятно. Я, знаешь, о чём подумал? Что всё-таки мы читали стихотворения поэтов 19 века, серебряного века. Скажи, может быть, ты вспомнишь что-то более современное? Прям популярное что-то, что сейчас прозвучало бы актуально. Ну, я только знаю Колю. Какого Колю? Который написал современный блондин. А ну-ка, современный блондин, да? Натуральный. А, натуральный. Я совсем не надоело петь, играть, гулять, влюбляться. И читать газеты смело, и от хохота валяться. Буду жить и куролесить, как бы все меня не ели. И пускай волнует прессу. Кто же я на самом деле? Кто же я на самом деле? Натуральный блондин, на всю страну такой один. И молодой, и старостной, и знаменит, и холостой. Это очень смешно. Николь, ты знаешь, вот пока ты не дошла до припева, у меня было полное ощущение, что творчество Николая Баскова вполне где-то помещается между Мандельштамом и Есениным. Ты знаешь? И в твоем исполнении просто все становится классикой. Даже если бы ты еще подбавила немножко голоса Беллы Ахмадулиной, знаешь, бы очень натурально получилось. Натуральный блондин, на всю страну такой один, и холостой, и молодой, и знаменит, и непростой. Ну хорошо. Давай тогда мы придумываем с какой-нибудь с тобой игру. Я буду стихотворение какое-нибудь читать, да? А ты будешь заканчивать рифмованной строчкой. Хорошо? Ну давай. Есть передача лучше всех. Она всех лучше, лучше... Всех. Молодец. Ведет ее в одну из зим ведущей первого... Вадим. Не, ну я согласен, рифма неплохая. Так, поехали дальше. Из зала слышен громкий... Смех. Правильно. Так. Это, конечно же... Успех. Правильно. Так, стихи моя любовь и боль. Спасибо вам, моя... Николь. Правильно. Это была шестилетняя любительница поэзии, Николь Плиева. АПЛОДИСМЕНТЫ Срочно медаль в студию. Итак, этой медаль программы лучше всех награждается потрясающее, удивительное, неповторимое Николь Плиева. А, с чем ты к нам пришел? Расскажи о своем умении и увлечении. Считать. Ммм... Типа 2 плюс 3 равно 5, да? Типа. Типа. Или чуть сложнее. То есть ты... Ну, не чуть. А. В раза 3. Может, даже больше. Ну, давай, какой-нибудь пример. Давай. Ну, например. 143 плюс 287. 430. Так, сейчас. Подожди, я проверю. 143 плюс 287. 7 плюс 3, 10. 8 плюс 4, 12. 12 плюс 10, 13. Плюс еще две сотни. 430. Правильно. Ммм... Так, подожди. Еще какой-нибудь пример. 546 плюс 702. 1248. Так, подожди. Сейчас. 546 плюс 702. Действительно. Правильно. 500 плюс 700. 1246 плюс 2. 48. 1248. Так. Какой полезный мальчик. Ты уже думал, куда будешь поступать после школы? В университет. А. А в какой? В Массачусетске. В... Куда? В Массачусетске. Это где-то в Твери? Имени Массачусетса? Да. Хорошо. Это институт какой, я имею в виду? Ээээ... Технологический. А-а-а. А почему же не в Ленинградске имени Ордена Октябрьской революции и имени Ордена Трудового Красного Знамени Технологический институт имени Ленсовета? А-а-а. Не, хорошо. Массачусетский, так Массачусетский. А как ты сейчас учишься? Отлично. Ну ты вообще посещаешь уроки математики? Или тебе это уже не нужно? Ха-ха. Посещаю. Конечно посещаю. Чтобы поржать над всеми? Ха-ха-ха. Когда да, когда... Гоняешь препода по таблице умножения? Ха-ха-ха. Скорее он меня гоняет, но у него это редко получается. А как зовут преподавателя? Уже могу ли обдешевно. Она тебя и отправила в Массачусетске технологические? Ха-ха. После того, как ты сказал, Жабагуля, обдешевно, сложите, пожалуйста, 4847 и 542. Она говорит, Алибай, Жигит, а шел бы ты в Массачусетске технологические, а? Кто сегодня пришел тебя поддержать? Папа и старший брат Ирлан и Мадияр. Ирлан и Мадияр, мы вас приветствуем. Ирлан, сложно ли жить в одной семье с парнем, который всегда знает, сколько точно ему дали на карманные расходы? Легко. Да? Мадияр, как брат достает своим умением вычислять? В супермаркете подсчитывает все. А, то есть вы тратите, а он все подсчитывает. И потом докладывает Ирлану. Ага. А, поэтому вы его в последнее время не берете с собой в супермаркет. Он опрашивается. Но это замечательно. У тебя очень веселая семья, хотя я понял, что ты их немножко поддостал вычислениями. Тогда они с чистым сердцем отправят тебя в Массачусетский технологический институт. Ну что ж, пришло время перейти от слов к цифрам. Итак, Али, мы сейчас приготовим для тебя задание, которое надо будет выполнить. Оно, естественно, связано с твоим умением вычислять. Ты будешь складывать калорийность разных продуктов. Угу, понятно. Заодно я проверю. Ты знаешь, я возьму калькулятор, потому что там уже такие будут цифры, которые я в голове-то не удержу. Давай, встанем сюда. Так, внимание, мы начинаем. Ребята, ребята, куда это? Я не успеваю сейчас. Я не успеваю даже проголодаться, не то что посчитать. Так, это, а, это, 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 это перемотка какая-то или что? Так, кто столько съест? Сейчас. 40, 51, сейчас плюс. Ага, а там, а там 200, а все уже что ли? Ну? 7360. Оле, это невероятно. Я даже не успевал, не успевал увидеть, какие продукты, не то чтобы запомнить цифры. Ну подожди, ну ты что, реально их вот так видел и сразу складывал? Да. У нас молодой человек дольше идёт, чем ты складывал. Так, заберите калькулятор. Спасибо. Итак, Али Байжигит, самый быстрый вычислитель в мире, награждается медалью лучше всех в нашем шоу на Первом канале. И обрати внимание, мы как знали, Али, ленточка в цвет подтяжек. Прежде чем ты уйдёшь, я хочу тебя попросить помочь мне. Давай присядем. Давайте. Я тут у себя в деревне ходил в магазин. Такое бывает, вчера ходил. Ты поможешь мне подсчитать общую сумму моего чека? Давайте. Хорошо. Пельмени. 365 рублей. Помидоры черри. 98 рублей. Масса сливочная. 112 рублей. Ещё одно масса сливочная за 112 рублей. Просто по акции идёт, пришлось две пачки брать. Макароны. 79 рублей. Яйца. 86 рублей. Подорожали яйца. Пармезан алтайский. Сколько тут? 247. Представляешь, взял пармезан алтайский. Научились делать, ребята. Так. Вода. 47. Семечки. 99. Брелок Дарт Вейдер, светящийся. 349 рублей. На кассе на глаза попался, не смог сдержаться. Хотя я себе говорил, не бери, не бери, это уже шестой светящийся брелок Дарт Вейдер. Ну ладно. Сколько всего я заплатил? 1594. А вот и нет. Я заплатил 1434 рубля 60 копеек. Знаешь почему? У меня в этом магазине скидка 10%. Браво, Али, спасибо. Конечно же, ты абсолютно точно назвал сумму. Али Байзегит лучше всех. Яна Петровна Соколова с песней «Орликина». Итак, дорогие друзья, на сцене блестящая и непревзойденная Яна Соколова-Петровна и Клябинска. Али Байзегит. Али Байзегит. Али Байзегит. Али Байзегит. Али Байзегит. Али Байзегит. Али Соколова и Клябинска. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 А я думал Девушки отдыхают 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 Your daughter's And the living is Good looking Девушки отдыхают 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 I can fly I can fly I can fly I can fly Time I will be there I will be there I can fly I can fly I will be there I can fly 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 Here we go I can fly 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 I can fly